Приветствую вас! И поскольку вы пишете достаточно определенно, что в последнее время у вас начались проблемы, то первое, что нужно сделать, это определить момент. Вот почему раньше у вас все было хорошо, а потом вдруг вы начали в себе сомневаться. И вы знаете, сомнения, которые вы ощущаете, они естественны, потому что, во-первых, вы всегда чувствуете, что как бы находитесь ниже мужчины. Ведь мужчина для вас, он очень мудрый, опытный, красивый. Вообще вы смотрите на него снизу вверх. Так вот, вначале, если была влюбленность, была страсть, то теперь, когда все более или менее поутихло, вы начинаете опасаться, что не дотянете до его уровня. Вы начинаете опасаться, что не сможете его удержать. И отсюда все эти гороскопы, все эти сомнения и прочее. И дело здесь даже не в темпераментстве на самом-то деле, а в вашей уверенности в себе. Вспомнилось сложно, что до мужчины вы занимались развитием, саморазвитием. До мужчины вы постоянно повышали свой кругозор и так далее, а вот сейчас это дело перестали. Ну, у вас стало меньше времени. И вы чувствуете, что как бы приостанавливаетесь в развитии. Вы чувствуете, что как бы начинаете меньше прогрессировать и боитесь перестать соответствовать планке требований вашего мужчины. Безусловно, эти требования, эти сомнения имеют основательства. Чтобы их убрать, вам необходимо полностью мужчине не отдаваться. Установить личные границы свои, куда мужчина доступ иметь не будет. Уделить время, которое вы будете посвящать только себе. Быть наедине с собой. Быть в уединении с собой. Отдавать свое время хобби, увлечениям, развитию, учебе, творчеству и так далее. Чтобы вы постоянно развивались. Чтобы вы постоянно были в решении. Чтобы у вас постоянно был прогресс. Во-первых, тогда мужчине не будет казаться, что вы принадлежите только ему и живете им. Для мужчины это неприемлемо. Он быстро теряет интерес к такой девушке. Во-вторых, мужчина не разочаруется в вас. Потому что вы всегда будете его тем-то удивлять. У вас будет что-то новое. Вы будете растирять. За вас мужчина это будет видеть и понимать. Ага. Она, вроде бы как, меня любит, но при этом находит время для себя. Значит, знает, чего хочет. Это достойно вашей уважения. Дальше. Что касается отсутствия других точек, то здесь нужно просто элементарно стараться придумывать совместные виды досуг. То есть, придумывать какое-то времяпровождение, чтобы вы делали что-то вместе. Либо интересоваться тем, чем интересуется он, либо рассказывать ему свои интересы. Лучше всего и то и то спору. Когда у вас не будет ощущения, что, например, вы живете его жизнью, а у него не будет ощущение, что он живет вашей. Делать это нужно следовательно, постепенно, не пропясть, не навязчиво, спокойно в процессе общения. Ну и в заключении мне бы хотелось сказать, что любви покорны все возрасты. Нету такого ограничения, что после достижения определенного возраста любить уже нельзя. Человеческое сердце не стареет в этом плане. И ваш мужчина яркий тому призер. Поэтому вы не знаете, что он полюбил вас. Вы знаете, что он вас любит. И вы не знаете, какой он вас любит. Вы не имеете представление о том, кто вы. Но это вам нужно сделать. Это поддерживать свой образ. Быть самым собой. Развивать это. И приумножать. Сохраняя при этом свою независимость. И защищая свои интересы и ценности. И тогда мужчина будет вас не только любить, но и уважать. Ценить. Держаться за вас. Постоянно познавать. Удивляться вам. И носить на руках. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будь благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok